18-е Голицынские чтения предварил директор Большевиземского государственного историко-литературного музея заповедника Пушкина Александр Михайлович Резанов, поздравив собравшихся и поблагодарив их за активное участие в чтениях. Нынешняя научная конференция собрала множество специалистов и любителей русской истории. Зал оказался полным и все ради новых фактов и исследований, связанных с Отечественной войной 1812 года. Свои приветственные письма чтением прислали министр культуры Московской области Галина Ратникова и глава Одинцовского района Александр Гладышев. Торжественным моментом стало награждение активных и постоянных участников научной работы музея филологов и пушкинистов Дмитрия Панфилова и Виктора Отцовки. Еще одним событием чтения стало представление новой книги «Из пламя и света рожденное слово» ее автором, членом Союза писателей России Владимиром Новиковым. Книга посвящена теме «Пушкин и Отечественная война 1812 года». За два дня работы голицынских чтений на их заседаниях было прочитано более 40 научных сообщений, так или иначе связанных с ролью членов рода Голицыных в российской истории и войне 1812 года. Лидия Ивченко поделилась своими исследованиями, связанными с жизнью и служением Михаила Кутузова в царствовании Павла I. В последние 20 лет мы так часто слышали о том, что великий русский полководец всем обязан был, всем своим успехам в своей придворной карьере, что так или иначе во многих работах наших историков, в передачах СМИ все чаще и чаще обращается внимание именно на придворные успехи Михаила Лореновича Кутузова. И когда обращаешься к его биографии и видишь, что, собственно говоря, при дворе он пребывал в считанное, как говорится, буквально считанное время своей жизни, и большая часть жизни его прошла на военной дипломатической службе, и причем всякий раз он оказывался даже не во внутренних, а на приграничных губерниях. Постоянная участница научных конференций в Больших Веземах, историк Татьяна Петерс, поведала о своих изысканиях, связанных с участием в войне 1812 года генерал-лейтенанта Дмитрия Голицына. За последнее время мне удалось выявить буквально несколько архивных документов, которые, тем не менее, позволяют уточнить ряд эпизодов и обстоятельств его родной службы в период наполеоновских войн, и имеют отношение к усадьбе Веземы 2012 года. Научные сообщения, представленные на 18-х Голицынских чтениях, вызвали большой интерес у собравшихся. Те, кто не смогли приехать в Большие Веземы в прошедшие выходные, имеют возможность познакомиться с материалами чтений после выхода их в печатном виде. Ольга Винтер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».